Логика оценки типа шкалы, любой переменной, достаточно проста. В социологии обычно применяются три типа шкалы. Первый тип – это номинальный. Второй тип – ранговый, порядковый, ординальный – это синонимы. Третий тип – интервальный. Типов шкал гораздо больше, но основные – вот эти три. Для примера обратимся к базе ESS, точнее, сету из переменных, посвященных политической активности европейцев. База 2012 год, вот такие переменные. Сами данные вот здесь. В данном случае я работаю с базой в формате SPSS, но это не принципиально. Речь идет именно о типе шкалы переменных. Можно, собственно говоря, и в Excel отобразить, и там будут тоже типы шкалы, для каждой переменной определяться. Итак, допустим, переменная кантри, то есть страна. Это номинальная шкала. Почему? Потому что невозможно поставить в отношении порядка между собой эти страны. То есть сами по себе страны ни в какое отношение порядка не вступают. Это чисто наименование. Какая еще здесь шкала является номинальной? Например, пол. Также, если мы не являемся сексистами, мы не можем упорядочить мужчин и женщин что-то больше, что-то меньше. В этом не идет речь, когда мы говорим о поле. Допустим, семейный статус, семейное положение с такими вариантами ответов тоже мы не можем их упорядочить, поэтому шкала номинальная. Никакого порядка нет здесь. Просто наименование. Большинство шкал предполагает наличие отношения порядка. Как мы здесь, собственно говоря, и видим. Но порядковая шкала в порядковой шкале рознь. Попробуем разобраться. Вот шкала просмотра телевидения, телевизора, телепрограммы. Как часто человек смотрит телевизор в неделю. И вот такие варианты ответа. Эта шкала кодировщиками ESS закодирована как порядковая. Однако, по сути, она является интервальной, потому что здесь есть отнесение к определенному временному периоду, а именно к неделе. Сколько часов в неделю. То есть есть единица измерения. Всегда, если есть единица измерения, то шкала является интервальной.